Тбилиси Мероприятие состоялось в рамках проекта «Здоровье и права заключенных», который реализуется при финансовой поддержке фонда Роберта Карра. Консорциум был сформирован в 2018 году. Его цель – обеспечить улучшение основных показателей здоровья ВИЧ-положительных и употребляющих наркотики заключенных за счет приведения медицинских норм пенитенциарной системы в соответствии с нормами международного права и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а также интеграции общей и пенитенциарной системы здравоохранения. Тема этого проекта – это большая часть моей жизни, это большая часть меня. Я потребитель наркотиков с достаточно давним стажем, и я отбывала наказание в местах лишения свободы неоднократно именно за употребление наркотиков. Как человек, прошедший через эту систему, если говорить о проблемах людей, употребляющих наркотики вообще, в рамках тюрьмы это все помноженное на два. То есть то, как подвергаются гонениям люди, употребляющие наркотики на воле, в разы увеличивается, когда человек попадает в систему. Во-первых, в нашем регионе единичные страны, которые допустили программу ОЗТ и СВ в пенитенциарную систему, в России этого нет совсем. То есть осудить человека за употребление наркотиков можно, как только его арестовали. Он моментально становится здоровым, не нуждающимся ни в какой помощи. И лучшее о своей принадлежности к людям, употребляющим наркотики, уже не упоминать. Высокая смертность на фоне этого, высокая стигма, высокая дискриминация и вообще, и понятно, что в пенитенциарной системе. Сделать эти проблемы видимыми именно через призму проблем людей, употребляющих наркотики. Вот хотелось бы, наверное, в рамках этого проекта, в рамках деятельности ЕСЛУН вообще, выделить эту проблему как отдельно стоящую. Это тоже бы поставило нашей задачи, потому что пока об этом по большей части замалчивается. Да, на фоне положения дел с ВИЧ, с эпидемией ВИЧ, которая, опять же, в нашем регионе, в колониях происходит, Россия, лидирует, замыливается проблема людей, употребляющих наркотики. Хотя, на самом деле, они взаимосвязаны. Оттого и эпидемия в колониях, потому что не работают программы снижения вреда, не существуют программы ОЗТ, либо они существуют в такой форме, при которой людям проще отказаться от них. Именно это является причиной такой высокораспространенности ВИЧ в колониях. Если работать только со следствием и не устранять причину, я думаю, что мы не изменим ситуацию. И хотелось бы в рамках этого консорциума немного сместить фокус именно на причины. И мы, как представители сообщества людей, употребляющих наркотики, наша задача – этот фокус удержать. Наша организация работает в разных странах Европы. И, в целом, конечно, ситуация в восточных странах Европы достаточно острая, что касается преваленции, количества людей с ВИЧ-инфекцией в тюрьмах. Наша организация работает тоже в запальных странах. Были интересные, в принципе, тоже пути, которые прошли вот эти запальные страны. И они как раз реформу тюремной медицины прошли через анализы ВИЧ-инфекции в тюрьмах. То есть как вот эти общественные проблемы, как через это смогли все-таки адресовать в целом вопрос доступа к медицине в тюрьмах. И мы думали, что как раз создать конференцию с разными странами и тоже привлечь в том числе экспертизу западных стран, которые прошли эту реформу, могли бы помочь создать какие-то новые инструменты для адвокати, адвокатирования, лоббирования. И тоже это немножко специализация нашей организации, стратегическое введение судебных дел в СПЧ. И как можно через общую стратегию немножко усилить юриспруденцию в СПЧ в этом направлении через анализ ситуации ВИЧ-инфекционных заключенных в целом. В ближайшие три года проект здоровья и права заключенных будет реализовываться в шести странах. Болгарии, Косово, России, Молдове, Грузии и Украине. Учитывая уровень распространенности ВИЧ среди населения и долю заключенных в странах консорциума, системные недостатки в профилактике и лечении ВИЧ у заключенных и бывших заключенных представляют собой серьезную проблему для общественного здравоохранения. Эта ситуация требует от всех заинтересованных сторон инициировать и проводить реформы, которые могут быть эффективны как с точки зрения общественного здравоохранения, так с точки зрения соблюдения основных прав человека. Я работаю в России сама в местах лишения свободы, занимаюсь защитой прав людей, употребляющих наркотики и ВИЧ-положительных. В России ситуация, она очень неблагополучная. Там существует ряд проблем, которые, на мой взгляд, непреодолимы в настоящий момент, так как вся эта ситуация подкреплена на законодательном уровне, и она легитимна. Основной из целей этого проекта является изменить ситуацию по стабилизации положения ВИЧ-положительных в местах лишения свободы по изменению ситуации на законодательном уровне, в том числе задев людей, употребляющих наркотики, потому что люди, употребляющие наркотики, вообще наиболее уязвимая прослойка общества, находящаяся в местах лишения свободы. Основные направления деятельности проекта – это как адвокационная компания, информационная компания, так и работа в полях. То есть одним из компонентов проекта является предоставление субгрантов активистам на местах, которые будут делать всю основную часть работы. То есть попадать в места лишения свободы и напрямую от заключенных получать информацию о реальном положении дела в местах лишения свободы. Я не могу быть равнодушна к тому, что люди, живущие с ВИЧ, люди, употребляющие наркотики, просто умирают, потому что они совершили преступление. То есть когда их осуждают по 228-й статье за употребление в личных целях, дают им реального срока 4 года, и человек, просто не пережив вот этот стресс, умирает за то, что он употребляет наркотики, ну, я считаю, что это недопустимо. Поэтому вот как бы я включилась в этот проект. Деятельность консорциума, направленная на повышение доступа к медицинскому обслуживанию и правам заключенных, употребляющих наркотики и имеющих ВИЧ-статус, является сегодня крайне важной. В рамках этой деятельности партнеры консорциума намерены решить более глобальную проблему тюремной медицины и продвигать как на национальном, так и на международном уровне принцип независимой медицины. В этой схеме пенитенциарная система интегрирована в общую систему здравоохранения, в рамках которой соблюдаются общие этические принципы и статус пациента преобладает над статусом заключенного. У нас в Молдове проблема ВИЧ актуальна, исходя из того, что у нас более чем, ежегодно более чем 100 заключенных находятся в пенитенциарной системе и у них есть эта инфекция ВИЧ. Проблема актуальна в том числе исходя из той ситуации, что адвокаты не имеют всегда доступ к этим заключенным и заключенные боятся поднимать некоторые проблемы по поводу медицинской помощи, по поводу дискриминации, по поводу конфиденциальности, которая есть в тюремной системе. В этой ситуации один инструмент, который мы хотим использовать, это использовать стратегическое судопроизводство, как инструмент доказать, что есть определенные системные проблемы и через конкретные судебные решения постараться сделать адвокации и изменить некоторые практики, о которых я ранее говорил, и улучшить медицинское качество предоставления медицинской помощи людям, которые имеют ВИЧ и находятся в тюремной системе. Действия в рамках консорциума, сочетающие в себе обмен опытом, адвокатирование, правовую защиту и стратегические судебные разбирательства на национальном и на международном уровне станут мощным рычагом для лучшей защиты прав заключенных, употребляющих наркотики и живущих с ВИЧ. В Украине ВИЧ в тюрьмах – это в первую очередь лечение ВИЧ и лечение людей ВИЧ с коинфекциями, сопутствующими заболеваниями. Если антиретровирусную терапию стали давать лучше и правильнее, так скажем, то туберкулез, особенно мультирезистентный, гепатит С и другие болезни, они остаются большой проблемой. Очень много случаев инфицирования туберкулезом, и у нас, насколько я знаю, основной источник, большой процент людей, распространяющих туберкулез, это люди, которые выходят из колонии. Цель этого проекта – это как раз изменить ситуацию и изменить не только на уровне точечном, на уровне отдельных клиентов, а изменить системно, чтобы все эти проблемы, они просто исчезли и перестали иметь место быть, насколько это, опять же, возможно. Мне этот проект интересен тем, что тут собралась сильная, хорошая команда профессионалов, которые уже что-то сделали и которые имеют навыки, практики, профессиональный уровень высокий. Это уже показатель того, что они могут делать разумные и эффективные шаги. Ну и, естественно, для того, чтобы самой участвовать в этом процессе, чтобы изменить, решить проблему, полностью, конечно, нет, но хотя бы частично, улучшить ситуацию, поскольку люди в заключении – это самые увеземые группы и люди, к которым иногда просто некому обращаться, которых оставляют все, даже родные, и которым можем помочь очень часто только мы. Консервативная политика, действующая в настоящее время в нескольких странах консорциума, привела к тому, что в рамках пенитенциарной системы ключевые сообщества вынуждены своими силами продвигать доступ к медицинскому обслуживанию и правам человека на национальном уровне. Несмотря на свои недостатки, европейская судебная практика по-прежнему остается основным рычагом для инициирования реформ в европейских тюремных системах. В этом смысле скоординированная деятельность консорциума в Европейском суде по правам человека и в национальных судах будет способствовать структурным изменениям условиям оказания помощи представителям ключевых сообществ в тюрьмах. Мы уже год как работаем все вместе из этих шесть разных стран. Нам было важно, чтобы все собрались два дня, чтобы определить вместе, учитывая опыт практики на местах всех наших членов, определить цели, уточнить цели нашего консорциума и тоже понимать, что мы не достижим за год больших успехов. И нам надо планировать, понимать, что реализуемо и как учитывать лучшие практики, в том числе в посещении мест лечения свободы, но и тоже практики судебные у наших, и как вместе лучше направить эти инструменты, которые нам позволят продвигать реформы, продвигать юриспруденцию в ВСПЧ. Я верю в то, что этот проект не зря. Я верю и вижу уникальность нашего консорциума именно в таком тандеме разных людей, разных сообществ, которые в обычной жизни встречаются, как правило, как клиент и его адвокат. Здесь мы встретились в других условиях, и у нас больше схожего, нежели различий. И именно это дает мне веру в то, что у нас все получится. Именно в таком тандеме есть больший шанс повлиять и на наркополитику, и на положение конкретных людей в конкретных регионах, в конкретных пенитенциарных учреждениях. Мы меняем к себе отношения. Нас видят по-другому, нас видят равными, нас видят партнерами, видят наши компетенции, уникальность нашей экспертизы, подтверждают это в коммуникациях. И это здорово, это помогает и от собственной стигмы избавляться. И я вижу в этом большую пользу для сообщества вообще. В завершение встречи участники консорциума здоровья и правозаключенных еще раз подтвердили свое стремление содействовать признанию основополагающих прав человека для заключенных в целом и в том числе для заключенных, живущих с ВИЧ и употребляющих наркотики. Это право на надлежащее лечение, право на информированные согласия на медицинские услуги, право на свободный выбор врача, право на неприкосновенность частной жизни и медицинскую тайну. Следующая встреча консорциума состоится в декабре 2019 года в Болгарии, во время которой его участники представят результаты своей работы. Субтитры создавал DimaTorzok